Зебра, метки, пикинг и фокусировочная лупа – это не набор слов, а эффективный инструментарий в помощь видеооператорам. В камерах Sony Alpha 7 есть все для качественной картинки. Полнокадровая матрица, высокий битрейт, передовой кодек XAVC, 14 ступеней динамического диапазона. Список можно продолжать еще очень долго. В этом разделе мы расскажем, как максимальное качество сделать удобным. Итак, начнем с зебры. Находится она в первом разделе второй вкладки меню камеры. Работает она как детектор, отмечая отдельные участки картинки контрастными полосками. Как правило, зебра помогает человеку следить за экспозицией. Предположим, что уровень освещенности в камере может восприниматься от 0 до 100, где все, что выше 100, будет пересвечено. С помощью настроек зебры можно найти точные области, освещенные от 70 до 100, и области с освещением выше 100. Расширенные параметры зебры гибко настраиваются и могут пригодиться для съемок в S-Log. Об этом мы расскажем в следующих видео. Метки позволяют точнее видеть геометрию кадра и подбирать нужную композицию. Их легко найти в меню камеры во второй вкладке. Состоит эта функция из двух пунктов – отображение и настройка. После включения можно настроить центральную область, соотношение сторон, безопасную зону в двух вариантах и сетку. Пикинг служит для выделения области в фокусе при ручной фокусировке. Смотрите видео, как настроить быстрый доступ к этой функции. И хотя функция создана для помощи при ручной фокусировке, ее можно включить даже при автофокусе. Иногда бывает полезно следить за резкостью в кадре. Пикинг находится во второй вкладке меню в разделе 2. Этот инструмент имеет два пункта настройки – уровень выделения контуров и цвет выделения контуров. Фокусировочная лупа позволяет точно сфокусироваться, увеличивая картинку до 12 раз. Это незаменимая функция для работы с мануальной оптикой. Все эти и многие другие параметры призваны обеспечить комфортную работу и стабильный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова